В пятницу, как и положено за день, прошла официальная церемония взвешивания. Публике, собравшейся на трибунах Honda Center, были представлены действующие лица субботнего шоу. Бойцы, их секунданты и, конечно же, Дональд Трамп. Вел церемонию легендарный Майкл Баффер, что удивительно обошлось без знаменитого распевного Let's Get Ready to Rumble. Более того, популярный ведущий вообще выглядел не слишком убедительно, редко ошибаясь и в фамилиях, и в интонациях. Немалым сюрпризом стала и реакция публики на тех, кто появлялся на сцене. Если с выходом Андрея Орловского зал взревел восторженными воплями, то его соперника Бена Розуэлла зрители встретили весьма и весьма прохладно. Ну а когда под цвет софитов вышел Федор Емельяненко, полупустой зал наполнился по-настоящему невероятным ревом. Тем печальнее было смотреть на вышеупомянутого миллиардера. Его любимчика Сильвию зал попросту освистал и прогудел. Наконец мы увидели и разрекламированный пояс чемпиона Affliction. Что интересно, пока бойцы позировали с ним перед теле и фотокамерами, из зала неслись реплики вроде «Тим, убери руки» или «Отдайте пояс Федору сейчас». Впрочем, не будем забегать вперед, все решит только поединок. При том, что большинство находившихся здесь людей пришли посмотреть исключительно на последнего императора, среди поклонников россиянина особенно было приятно увидеть и наших соотечественников. Федор будет очень быстро работать, очень спокойно, очень точно, аккуратно. И все будет хорошо. Рука будет поднимет после боя. Вы будете победителем. События, которые сегодня имеют место в Соединенных Штатах, наверняка предтечи имели те первые бои, которые Вадим Фельдкенштейн устроил более 15 лет тому назад в Петрограде. Многие вещи, которые сегодня происходят, и в частности в мире единоборств, каким-то образом связаны с Санкт-Петербургом. Есть ли, по вашему мнению, этому объяснение? Есть, конечно, потому что город Санкт-Петербург динамично развивается, и у нас развивается динамично спорт. И мы надеемся, что и дальше так будем развивать данное направление спорта, и вместе с Вадимом Фельдкенштейном будем растить новых бойцов. И дальше следующий у нас проект, который есть, это проект N1 Challenge. И будем надеяться, что вырастут молодые, перспективные бойцы, которые будут защищать достойную честь России. Игорь Петрухин, Андрей Кузмак и Сергей Мороз. 18 июля. Анахайм.